В гости западно-германского зоопарка Вильгельма в первую очередь попадают царства гигантских кактусов. Направление экспозиции продумано так, что человек начинает знакомство с миром природы, с этих роскошных колючих экземпляров. Кактусы сменяют более экзотичные растения, которые здесь культивируются с 1850 года, то есть с того времени, когда по указу короля Вильгельма I в городе Штутгарте был построен этот парк. Загадочные и капризные орхидеи закрыты от посетителей стеклом. Так сохраняется необходимая для этих тропических красавиц влажная среда и неприкосновенность. Ценнейшая коллекция ботанического сада насчитывает около 5000 видов различных растений. Огромная оранжерея представляет собой стилизованные парки. Здесь ковром рассыпаны примулы, а рядом растут и возревают бананы. Этот чудный по своей форме и красоте цветок – знаменитая камелия. Она носит имя маравского священника и натуралиста Иосифа Камелиуса. В середине XVII века он привез ее в Европу с Филиппин. Словно декорацией, выглядит мандариновое деревье с настоящими плодами. И просто восхищает взгляд длинные плантации цветущих азалий. Великолепные кустарники содержат в огромных катках, которые по мере их цветения постоянно меняют местами, что создает видимость непрерывного цветущего моря азалий. Весной, когда зацветает всемирно известный сад Магнолий, в зоопарк Вильгельма съезжаются туристы со всей Европы. Нежные цветки Магнолия подчеркивают восточные мотивы, построенного в мавританском стиле парка. Комбинация растений и животных, старины и современной архитектуры в этом историческом парке делают его единственным в своем роде во всем мире. С середины 20 века парк был официально назван Зоологическим ботаническим садом и продолжает непрерывно расти и развиваться. Сегодня в Вильгельме насчитывается около 10 тысяч животных, почти тысячи видов. Они содержатся в чистых, просторных и красивых вольерах. И публике представлены животные, довольные своей жизнью. Их правильно кормят, правильно за ними ухаживают. Воспитание и содержание животных находится на таком высоком уровне, что звери очень хорошо выглядят, ведут себя достаточно естественно и с удовольствием размножаются. При этом постоянно ведется научная работа по сохранению ценных видов животных. В прекрасных условиях и в миролюбивом настроении демонстрируются самые большие из наземных животных – слоны. Сохранить мирный нрав позволяет научная планировка зверинца. Зоопарк расположен в нескольких уровнях. Вольеры животными распределены по территории тематически и находятся на порядочном расстоянии друг от друга, что позволяет посетителям вдоволь нагуляться, а зверей не раздражают чужие запахи. Дороги, ведущие от одних животных к другим, проходят через лес мамонтовых деревьев. Это хвойное вечно зеленое дерево гигантских размеров, родом из Северной Америки. На родине отдельные экземпляры достигают исполинских размеров, доживают до 4-6 тысяч лет. В Штутверде несколько рощ этих великолепных елей. Смотровые площадки зоопарка расположены так, чтобы вольеры обозревались со всех сторон, и посетители могли с разных точек наблюдать за жизнью животных. Всегда в центре внимания медведи. И даже не верится, что эти огромные меховые игрушки, умные и красивые, прекрасно подающиеся дрессировке, на самом деле коварные хищники. Выражает недовольствие только белый медведь, которому на юге Западной Германии в своей зимней шубе очень жарко. Даже бассейн с ледяной водой не в силах помочь зверю. Не так давно в зоопарке появились новые вольеры. Один из них с тропическим климатом. Воссоздают кусочек природы Амазонки с присущими ей растениями и даже настоящим водоемом. Новый дом для насекомых пока только заселяется, и бабочек здесь очень мало. Но если условия для них подойдут, он станет таким же популярным местом, как территория аквариума-стеррариума. Обитатели водной стихии представлены тоже очень подробно. И не только рыбы, но и кораллы, и разные морские существа. Среди них редкие исчезающие виды, к которым относятся и морские коньки. Правда, в зоопарке Штутгарта довольно успешно разводят этих рыб. Интересны неглубокие панорамные аквариумы, которые позволяют увидеть и подводное царство, и фрагменты берегов водоема. Богато представлен птичий мир. Грациозные розовые фламинго держатся нежным призрачным облаком. Они решают свои семейные проблемы, не обращая внимания на зрителей. Значительно скромнее ведут себя пингвины. При наступлении жары их переведут на летние квартиры в закрытые помещения. В разное время года посетителей зоопарка Вильгельма ждет новая экспозиция, а новые встречи с живой природой не перестают радовать и удивлять.